Бизнесмены! Это наше второе имя после ютуберов. Я действительно в первую очередь хочу сказать огромное спасибо подписчикам за то, что они меня уговорили наконец-то взять себя в руки, взять мелкого в руки, взять все свои бизнесы в руки и наконец-то нормально их открыть. Что вы мне посоветовали? Вы посоветовали нанять людей куда-то в ресторан, вот я нанял Маргариту Степану, но она там просто замечательно справляется со всем рестораном. И также посоветовали нанять кого-то в мой магазин одежды, чтобы он также был там управляющим, и мой магазин одежды больше не простаивался. Сначала все в этой жизни надо привести в работу, чтобы и магазин работал, и ресторан работал, и все остальное, а уже после этого, мелкий, мы с тобой разберемся вот с этим фермерскими пацаненками, наваляем, и уба самое я не хочу. Вот, да. Только проблема, кого сделать управляющим моего магазина одежды? Вот я и хотел как раз-таки пораскидывать немножко мозгами. Мелкий, ты мне должен в этом помочь. Подойди сюда, подойди. У меня на примере не так уж и много людей. Кто хорошо справляется с управлением, и кто хорошо разбирается в моде, чтобы помогал мне создавать новые коллекции? Давай мы вот, вот чисто гипотетически, давай просто представим. Фантазию включим и сгенерируем ситуацию. То, что я принимаю на работу Стёпу. Степан, поделитесь, пожалуйста, кем вы себя видите через пять лет? Ну, я думаю, если бы я там управлял хотя бы через пять лет там, управляющий охранник пятерочки, то я бы уже счастлив был. Ну, это работа, мечты, ну, а почему я хочу быть вот этим модельером? Да, я не хотел бы быть модельером, но если бы ты меня принял хотя бы охранником здесь работать, то я бы был счастлив. А так, ну, зачем? Да я в моде не разбираюсь даже. Ну, примерно так бы оно и было. Но мне кажется, нет, Стёпа сюда не подойдет на эту должность. Слушай, а если в ресторане у меня там работает Маргарита Степановна, может сюда бабу Зину позвать, как думаешь? Давайте представим, как бы было с бабой Зиной. Бабка Зина, расскажите, что вы умеете в этой жизни? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Там в баночку закатала Положила, на следующую зиму взяла Вкусные огурчики, там помидорчики, там шампиньончики В лес пошла, шампиньончики срубила Закатала, замариновала, солью посыпала Перчиком посыпала, закидала туда чесночек Немножко лучочка закатала, там пожарила Ой, на следующий год какие вкусненькие Маринованные огурчики будут Ой, пальчики, ножки все оближешь, там все оближешь Оближешь, будешь ходить облизывать Спасибо, вы свободны Ну, если честно, прям совсем Не лучший вариант, да Вряд ли баба Зина с этим справится Слушай, а может Михалыч? Он же самый большой бизнесмен Мы ему там предложим Выкупим его магазин И устроим на работу сюда, к нам Как думаешь? Давай представим, как бы было с Михалычем Уважаемый Михалыч, расскажите, пожалуйста Про ваши навыки Что вы умеете в этой жизни? Ну... Эээ... Я знаю, через сколько секунд После включения чайника Он закипит Я знаю, сколько оборотов совершает стиральная машинка При стирке на режиме шелк И хлопок И деликатной стирки знаю А еще знаю, как отремонтировать эту машинку Если она сломается Я знаю, на какой волне в машине В магнитоле Можно словить радиодачу 98.8 Радиодача Лучшее радио в мире А еще я знаю, как пылесос отремонтировать Если он засосет в тебя что-то другое Вот не то, что он не должен сосать Вот, пылесос отремонтирую Не-не-не Наш пылесос не сосет то, что не надо Спасибо, Михалыч, спасибо Спасибо, что пришли На собеседование Эээ... Ну да Но Михалыч в технике разбирается Вряд ли он в моде разбирается Слушай, кто у нас вообще в городе есть Кто разбирается в моде? Да я не знаю Слушай А может Рикардо? Как бы было с Рикардо, мне интересно Рикардо, расскажите Что вам известно о мире моды? Ой, ну слушайте Ну я знаю, когда была создана компания Дольки Кабана И я знаю, когда вышла первая коллекция У знаменитого бренда Луи Бетон Или Вагон Или как он там называется Также у меня дома есть все сумочки Моей любимой компании Гуси Гуси Лебеди Лучшая компания сумочек в мире Также Адидас Ники Рэбок И многое другое Все бренды мне естественно известны Я люблю шить Как видите, на мне всегда очень много одежды Я люблю шить В частности, только трусы Но шить люблю И в моде разбираюсь Все бренды знаю наизусть Возьмите меня на работу А лучше, в принципе, возьми меня Возьми меня на работу Возьми Я буду хорошо работать Ну, Рикардо, перед тем, как взять тебя на работу Возьми, прикройся чем-то Мой мерч, Люси, возьми Мерч возьми Надень Вот так лучше немножко стало Да, вот так хотя бы прикрыл свои причиндалы Рикардо, вы приняты? Ну, наверное, это единственный нормальный вариант Ладно А, кстати, по поводу моего мерча Это реально мой мерч И ссылочка на мой магазин есть в описании Там 4 коллекции различного мерча И если ты хочешь работать там в моем магазине Или хотя бы если хочешь посетить его в интернете А не в городе ютубера Ссылочка есть в описании Зайди, посмотри Может тебе там что-то понравится Может что-то там купишь Я тебе потом лично руку пожму Или там чечку поцелую Это просто намек, если что Маленький такой Слушай, мелкий, ну реально Ну, может мы потом Рикардо возьмем на работу Я не знаю Ну, пошли, пошли Ну, это, наверное, самый лучший вариант Который только может быть Ну, никто не разбирается в Моге лучше, чем он Он сказал там то, что знает такие компании там Как Луи Бетон, Гуси, Дольки Кабана Ну, кстати, может На самом деле, наверное, ребят Лучше вы напишите в комментах Как вы думаете Вот вспомните всех людей Которые живут в городе ютубера Начиная от Стёпы Заканчивая мелким Вот это Бабазиной Рикардо И маньяком даже Вспомните всех Кто из них лучше подойдет На должность модельера И управляющего моего магазина одежды Напиши в комментах И в следующей серии мы сделаем выбор Пошли, мелкий На улице ночь Саламу алейкум Тебе спать нужно? Завтра в школу, как-никак Да, давай Заходи внутрь Не выпендривайся Ренат Гамбубек Ренат Гамбубекович Сказал то, что Если завтра не придешь То Из школы выгонят Понятно? Всё, ложись спать Ложись спать Завтра Тяжелый Длинный день Кому не спится Посередине ночи Бомжара На Забирай Чё забирай Я отказываюсь быть мэром Я возвращаю тебе эту должность Ключи от мэрии В смысле он отказывается быть мэром А мелкий уже спит В смысле он отказывается быть мэром У меня сейчас за работы столько У меня сейчас дел столько На башку навалилось В смысле он отдает Нету должность мэра Ага, ещё и сральник прорвало Мелкий, вставай Сейчас затопит Вонять будет Вставай Мелкий, тащи вантус Мелкий подъём Вантус, тащи Сральник прорвало Пу Почистить зубки О, неплохо, неплохо, 10 килограмм уже поднимаю. Ой, а вот сейчас можно и позавтракать, сейчас себе глазунью приготовлю. А, у меня же кухни нет. Надо кухню себе сначала приготовить, а потом уже глазунью. Кстати, что же я сделал, что же я сделал. Многие мне писали в комментах, чтобы я мелкому сделал здесь второй этаж, потому что у меня много места, у меня потолки-то высокие, пятиметровые. Вот, я решил последовать вашему совету и реально получилось прикольно. Вот здесь такой небольшой подъемчик наверх, здесь кровать мелкая, здесь будильник, книжки, учебники и, естественно, Пикачу. Вот, вы спросите, наверное, где мелкий? Да в школе, да в школе. Он утром проснулся, собрался, душ принял, сказал мне то, что пошел в школу. Ну, в смысле сказал, жестами показал, он же разговаривать не умеет. Вот, пошел в школу, молодец, молодец, исправляется, все же исправляется. Я с ним вчера поговорил, воспитательный процесс небольшой был, он вроде меня как понял, все мы заметили, то что мелкий стал очень непослушным. Если он непослушный ребенок, то за последние несколько недель он вдвойне стал непослушным. И это не есть хорошо. Но, он у меня не тупенький, он у меня смышленый пацаненок. Говорю, я с ним нормально так пораскидывал словечками туда-сюда, он меня понял. Пошел в школу, вроде стал на путь исправления, это самое главное, вот. Детей надо воспитывать очень хорошо. Ну, не как к вас, куряги. Был бы я вашим батей, я бы ремнем нашлепал, что одному по левому полупопью, что другому по правому полупопью. Пришел забрать мелкого из школы, это вроде последний урок у него. Можно? Ага, да-да, угу. Здравствуйте, здравствуйте. Где ваш сын? Так, 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 вот, мой сынишка, вот, вот, Андрюшечка, вот мой. А мелкий приемный? А Андрюшечка, вот на самом деле мой сын. Андрюшечка, вот, Андрюшечка. Сейчас, я не люблю, когда на меня кричат, вот, распаниковался. Вот, вы врете, его здесь нет. Ребят, где ваш сын? Так, подождите, стоп. Стоп, в смысле? Да заткнись, Андрюшка, я пошутил, ты не мой сын. Эээ, в смысле? Подождите, мелкий проснулся в 6 утра. Я ничего не понимал, зачем он так рано проснулся. Собрался, душ принял, сказал то, что покушает в столовке. Ну, как сказал, жестами показал, он же вот это разговаривать не умеет. Жестами показал то, что покушает в столовке, и вот пошел. Это же его портфель или нет? Я спрашиваю, где ваш сын? А не что и когда он делал. Подождите. Подождите, подождите, подождите. То есть, никто из вас не видел мелкого? Кто-то из вас видел сегодня мелкого? Второй урок или какой уже у вас урок? Третий урок, уже школа сейчас заканчиваться будет. Кто видел мелкого? Никто не видел. Подождите, подождите. Вот сейчас это, в принципе, не смешно. Подождите, так он же мог идти просто по улице. Он же маленький, ему 7 годиков. Он мог идти по улице, там, трамвай случайно из-за угла какого-то выехал. И все, и нет мелкого. Хоть как бы у нас в городе ютуберов и нет трамвая. Ну, вы уловили логику. Подождите. За последнее время в городе ходит маньяк. Уже обнаружены 3 или 4 жертвы. А может ли быть такое, что маньяк случайно, когда мелкий шел в школу, случайно пересекся с ним? Если у кого-то... Я спрашиваю, где ваш сын? Меня не волнует, что с ним могло произойти. Он должен быть на уроке. А вас не волнует то, что он мог к маньяку попасться? Вас это не волнует? Вы вообще эгоистичный, бесчувственный, старый, хрыщ! Пожалуйста, вот это вот я, чупакабра мелкая. Позвони, пожалуйста, в морг. Ты, пожалуйста, позвони Елене Ветрянкиной. Ты, пожалуйста, позвони. Я, я, я не знаю, позвоните Михалычу. Я, если, возможно, он где-то просто, может, он не от недосыпа. Просто шел и... И его не под... Ой. Где-то у меня в телефоне, на всякий случай, был записан номер детдома. Мне кажется, что сейчас как раз-таки самое время туда позвонить. Мои нервы мелкие на этом моменте закончились. До свидания, папа. До свидания, город ютуберов. Привет, детдом. Что здесь вообще происходит? Что ваш сын себе позволяет? Я бы тоже очень сильно хотел узнать, что мой сын себе позволяет. Подождите, пожалуйста, секундочку. Мелкий, подойди сюда. Сюда подошел, я сказал. Ты себя грозой района почувствовал? Ты пуп этого мировоззания? То есть ты самый матерый, да, здесь, в этом классе? Ходишь, понты кидаешь, ножики достаешь вот эти себе, да? То есть я тебя, походу, плохо воспитываю, наверное, да? Завтрашнего дня. Рогатку. Ножик. Пистолет. Ядрить, колотить его, я не знаю, где ты его нашел. Все это я забираю себе. Завтрашнего дня мы покупаем тебе штаны. Или нет, будешь носить свой смокинг. Свой костюм, который мы тебе тогда купили на 1 сентября. Никакого компьютера. Пикачу твоего я забираю себе. Ложиться спать будешь в 8 вечера, просыпаться в 5 утра будешь. Задавайте ему, пожалуйста, как можно больше домашки каждый день. По математике, там, алгебра, геометрия, биология, физика, химия, даже по физкультуре, по информатике. По маминой маме, больше, больше, больше домашнего задания. Еще, пожалуйста, оставляйте его на всякий случай, на дополнительные занятия. Хорошо? Вот там на 4, там 5, 6 урок, 7. А у вас точная смена есть? Если есть, ууу, а если нет, то оформим. Я завтра пойду к директору, мы с ним поговорим. Ой, слушайте, а у вас вот эти субботники есть? Каждую субботу там убирать мусор, грязь, вот там какашки за животными, да? Есть, вот запишите туда мелкого. Слушай, а воскресник у вас есть? Как субботник, только воскресник. Если есть, запишите и туда мелкого. Рогатку выкинул прямо сейчас. Через 3 секунды я звоню в детдом. Если ты не выкидываешь рогатку, я звоню в детдом. Раз. Два. И. Молодец. Ножик выкинул сюда, мне. Выкинул. Выкинул ножик сюда. И пистолет, все, что у тебя есть, выкинул. Еще один ножик выкини. Там у тебя случайно третьего ножика нет? Поварешку вот эту выкинул. Поварешку. Выкинул поварешку быстро. Пистолет выкинул. Выкинул пистолет, я даже не знаю, игрушечный или не игрушечный. Макаро. Да фиг его знает даже. Пикачу выкинул. Выкинул Пикачу. Верну тогда, когда стоишь послушным. Молодец. Футболку напялил хотя бы. Футболку напялил. Ты под... Стань зади меня. Стань зади меня. Ребят. Я понимаю, что он ваш одноклассник. Извините, пожалуйста, эту мелкую пописяку. Вот я не знаю, кто-то с ним вообще дружит, не дружит. Ну, возьмитесь вы за ним. Ну, скажите ему тоже так нельзя. Он просто... Он от общества немножко вот отдален. Он не знает, что он делает. Вот часто всего совершает вот такую подобную фигню. Андрюшка-петух. Всё, это последняя капля. Больше я это терпеть не буду. Слушайте, ну вы не воспринимайте всё это так близко к сердцу. Может, Андрюшка реально петух. Кто его знает. Андрюшка, Андрюшка, Андрюшка. Держи вот эту поварёшку. Держи поварёшку, поварёшку, держи. Мелкий, пошли. Пошли, мелкий. Извините, я сейчас с мелким поговорю. Извините, извините. Андрюшка, ты тоже извини. Типа, если ты петух, как бы это не наша вина. Да всё, хватит меня бить. Кто там бьёт? Мелкий. Пошли, пошли. Пошёл. Вперёд. Вперёд, давай. Вперёд. Ты доигрался. Ты настолько... Ты настолько сильно доигрался. Зря я подписчиков не слушал. Зря я тебя не слушал. Потому что многие мне писали. Рогатку выбросил. Так, набираю номер детдома. Ага, плюс 7, 981, 69, 69. Рогатку выбросил. Ага, всё. Зря я подписчиков раньше не слушал. Со мне давным-давно уже писали то, что Эдисон, он как бы у тебя реально непослушный. И надо с ним что-то делать. Я-то думал то, что я его нормально воспитываю. Ты думаешь, у меня мало проблем в этом городе? Ты думаешь, а то, что бомжара пришёл и передал мне ключи от мэрии? И я сейчас мэр. Да-да, не удивляйся. Или то, что я с Рикардо должен договориться по поводу того, чтобы он был менеджером моего магазина одежды. Да? Или то, что у нас ремонт дома проходит. Не? Или то, что у нас в городе маньяк ходит, который четырёх людей уже вот это... На салат покрошил. Ты думаешь, у меня проблем мало? Ага. Бомжара? Бомжара? И вот ты выбрал вот это вместо того, чтобы быть мэром? Ему походу надоело быть мэром, и он решил вернуться к своей прошлой старой жизни. Быть бомжом. Слушай, мелкий. Так он вообще же не дышит даже. Он не дышит. Он не шевелится. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Ну, пожалуйста. Бом-бомжара! Быстро-быстро побежал к Ейне Витрианкиной. Быстро сказал то, что у нас здесь... Быстро давай! Бомжара, ты или перепил Или случайно с маньяком Недавно встретился Лучше, конечно, первый вариант Бомжарчик, любименький Вставай, пожалуйста К черту этого мэра Скажи, пожалуйста, что ты живой Бомжара Мелкий, поторопись там Субтитры сделал DimaTorzok